Скажите, как человеку справиться с психологической травмой, полученной в данной сложившейся политической ситуации в стране? Тут очень важно понимать, что любые эмоции, которые испытывает человек в данной ситуации, они имеют право быть. Важнее всего в этой ситуации не замыкаться в себе, не пытаться быть сильнее, чем есть на самом деле, не пытаться сделать вид, что ничего не происходит, потому что на самом деле для всей страны, для всех, мир мгновенно изменился, и мы никто не готовы жить в изменившемся мире. Но с точки зрения мы не были готовы, мы не готовились к тому, что произойдет то, что произошло, с любой стороны. И для того, чтобы научиться жить в этом мире в новом, с сложившимися обстоятельствами новыми, с новыми чувствами, с новыми какими-то пониманиями мира, нужно какое-то время, чтобы адаптироваться. Это все равно, что если бы у нас вдруг пошел дождь и стал идти там месяц, два, три, какое-то время мы сидели бы по домам, потом бы стали адаптироваться, выходить и научиться в этом жить. И поскольку очень много людей вот в этой ситуации перенесли шоковое воздействие, когда ситуация повернулась мгновенно, очень важно эти чувства, которые испытывают люди, куда-то выносить, доставать из себя, выговаривать, понимать, что бояться в этой ситуации, ну вообще бояться это не стыдно, а в этой ситуации тем более. Как перестать лазить в телефон, смотреть информацию, которая поступает из различных источников политической ситуации в стране, и как запретить себе это делать, если ты понимаешь, что ты начинаешь от этого злиться, не принимать эту информацию, либо наоборот, как-то очень эмоционально на нее реагировать? Иссутствие информации о важных мне процессах, о жизни в стране для меня важна, это тоже выводит из душевного равновесия. Одно из самых, одна из самых тяжелых пыток и состояний — это информационный голод, когда человек понимает, что что-то происходит, но не знает, что. В этом тяжело. И сказать про то, что если я запрещу себе читать и слушать, мне станет, я буду в душевном равновесии, скорее всего нет, потому что у меня будет накатывать и усиливаться напряжение и тревога по поводу того, что что-то происходит, а я не знаю, что. Я рекомендую тем, кто сильно тревожится, выработать режим, например, полчаса-час утром, чтобы понимать, что происходит в стране, в мире. Там днем полчаса-час, и полчаса-час ближе к вечеру, но важно не перед сном, а так прекратить это за час-за полтора-два до сна, особенно у тревожных людей, чтобы организм успел остановиться. Тут очень важно быть в курсе, чтобы я внутри понимал, что я в курсе того, что происходит, и как-то контролирую это. С одной стороны. С другой стороны, не допустить того, чтобы это раскручивало, раскачивало меня и нагнетало. Я и Центр Шиманского, в котором я работаю, и очень много моих коллег-психологов, и просто врачей, не психологов, не психотерапевтов, сейчас в данной ситуации оказывают помощь. Моя задача сделать то, что происходит, в какую сторону бы ни пошло, снизить цену этого, чтобы для нашего народа это обошлось как можно меньшей ценой. И тут очень важно, чтобы наши люди понимали, что это не слабость прийти к врачу. И к психологу в такой ситуации, пережив такую травму, прийти, это не слабость, это скорее сила. Это такое реальное отношение к жизни. Как пойти к врачу со сломанной рукой, так же пройти к врачу со сломанной психикой в этот момент. Большинство людей попали в ситуацию, когда вот как будто неподготовленный, никогда нетренированный человек пришел в спортивный зал, и ему вдруг на плечи положили штангу в 150 килограммов. Никто не был к этому готов. Если бы этот человек тренировался годами, для него бы это было просто. Но поскольку мы не были готовы к такому повороту, это травмирует, и это требует лечения. Приходите, приходите, мы поможем.